привет всем девочки мальчики снова я с вами врываюсь ваши дома ваши сердца вот с такой вот с этой штукой на вашей кухне и это может это как он лосось называется можно взять форель что-нибудь такое и что мы сейчас будем с ним делать башку конечно я ему отрежу безжалостно вот она у меня пойдет на вкусный супчик на молочный с оливками среди так далее вот эту часть я филе засолю сделаю малосол чем я сейчас и займусь и здесь немножко сделаю медальончиков хвосты это самое все уйдет супец хвосты и голова имею ввиду и так пока монстр мой не пришел гордяшка давайте сейчас займемся сейчас я разделаю просто рыбку и покажу что дальше будет для этого на на гарнир я хотела сделать либо булгур либо кускус у меня вот такой вот не знаю какая там фирма но я хочу его сделать в мультиварке очень вкусный кто не знает что такое булгур его в средиземноморье до готовят давно он очень и очень полезный вкусный не разваривается еще его можно заменять вместо риса класть тоже очень но это пшеница дробленая будет вкусненько потом на рыбку мне понадобится перчик вот он у меня стоит перчик душистый или такой черный сахар соль я еще по другому рецепту делаю рыбку там чеснок с медом но это я потом уже следующий раз расскажу еще советую конечно рыбку взять побольше то есть от трех с половиной килограмм потому что там в мелких там их есть совершенно ну нечего там пушки просто запечь в духовке на противне целиком всего лишь и все итак давайте коронное слово погнали и так располосовала я рыбку пока я и буду заниматься медальончики я уберу конечно потом их пожарю но пока я буду заниматься рыбкой все-таки я решила сделать булгур в мультиварке у меня вот такая вот полечка я и ласково называю я поставлю на режим крупа есть также режим некоторых этих мультиварках гречка можно поставить на гречку но я поставлю на крупу и положу сюда сливочное масло мне надо чтобы булгур кстати я отсыпала в мультиварочную такую чашку мирная чашка у меня нету здесь по-русски не знаю но вы можете взять любой булгур и готовить в интернете масса масса рецептов с ним и так сейчас я растоплю сливочное масло так чтобы он покрывал каждую крупинку булгура он у меня довольно таки вот мелкий некрупный так сейчас просто у меня там маслица растопилась я прошу прощения что отвлеклась от рыбки но два в одном будет рецепта покажу еще заодно гарнирчик булгурчик масло должно покрыть каждую каждую крупинку булгура есть два способа приготовления но они в принципе ничем не отличаются по вкусу это я про мультиварку говорю вот теперь добавляем сюда так мы стаканчик один сыпали да это в принципе хорошо на семью из трех человек на один стаканчик добавляем еще на один стаканчик крупы добавляем три стаканчика мерной чашки вернее от мультиварки можно было пожарить немножко кстати вкус ничем не отличается но и так вкусно хочет три стакана вот этой солим по вкусу и забываем идем гулять в магазин но я сейчас пойду делать рыбу 3 все так вот эти вот пласты я уже вытерла бумажным полотенцем помыла все насухо вытерла и теперь вот такой вот мисочку будем начать там у меня уже шкварчат мои медальончики там варится булгур мультиварки так что мне осталось голова улетела в морозилку удалось и дней я на одно миски где мы будем засаливать насыпаю сахар ой соль сахар прошу прощения сакар сейчас тоже насыплю здесь тоже правило правило манной каши как бы все должно рыбка получится малосольная но все должно гармонировать вот чуть-чуть сахара я насыплю она еще даст отдаст водичку рыбка благородная северных морей так что мои любимые будет очень-очень вкусно заходить лавровый лист равно на шкурой будет лежать потом его не надо будет выковыривать а лаврушечка нам даст аромат я прям поломала и сюда перед нужно мне тут смесь перцев и поехал пласт один да так вот соль я на глаз прям светлю так соль и растираем единственное что еще боюсь в этих делах морскую соль крупную это когда мясо дичь какую-нибудь делаешь там да там я использую крупную морскую соль но не то что даже дичь и когда мясо вяленое вот такие все дела чуть-чуть с парку и укладываем следующий пласт только не шкурой знает самое а как бутербродом на друг друга нужно ее также немножечко присолить перчить что-то забыла все сахара не забыла про перец заболталась совсем в голове чтобы что-то не упустить сказать вкусняшками стыпа и перчиком перца кстати вот душистого и так далее можно не жалеть потому что всегда его можно соскребсти скинуть если поставить мельничку на на побольше чтоб крупно она порезалась но если его будет недостаточно как в рыбе как и в мясе не получится такого вкуса можно в мясе даже можно все испортить когда вялиться мясо я потом покажу такой рецепт главное там много нюансов там сквозняк нужно там две недели его на сквозняке торчать держать чтоб корочка именно получилось чем-то похоже на бастурму только по-фински скандинавски очень-очень вкусно и так укладываем также пластами бутербродиками здесь опять мы только посолим прям шкуру можно солить нормально она ничего с ней не будет и укладываем следующие два так две минуты осталось до нашей крупы еще десять минут она постоит потом у меня на подогреве и там такое происходит она какая красивая пускай стоит пускай зернышки чтобы они распали все рыбка почти дожарилась это я тоже доделала малосольную семгу сверху лаврушка перчик закрываю крышкой и отправляю в моем случае не в холодильник моем случае на террасу там сейчас прохладно завтра можно будет кусать это надо стук получится очень вкусно так в моем случае еще мне на балкон сегодня 5 октября довольно за прохладно днем по плюс 15 было а сейчас на градуснике 10 минутам ветер моем случае пускай она немножко постоит пока сахар растворится и где-то часик пусть постоит пока мне не надоест потом я ее уберу на террасу вот здесь уже почти все готово здесь пошел режим подогрев почти все какие ароматы стоят есть хочется прям не могу ну вот и все вот такая вот средина земноморской кухни у меня сегодня получилось ребят моя лапа ты пришел сюда дать это же сегодня нас поменяли батареи поставили вот такие вот со щечками тарахтели здесь еще не доделали короче некогда было покушать поэтому я такая голодная на вот здесь я намешала себе простой простейший салатик это сыр альпийский можно как он ну как фиэта сыр что ли то что такое помидоры перчик с огурчиком даже зелень и туда не насыпала так как магазин не бегала булгур из и семга другое у меня там солится засаливается вы уже это все видели все я пошла есть приятного всем аппетита все всем хорошего я вас очень сильно люблю мои дорогие спасибо за письма меня очень тронула там одно письмо но об этом я чуть позже расскажу давайте пока